всем привет хочу сегодня попробовать записать как я вязала вот эти пинетки только сегодня буду розовенькие вязать если кому интересно можете присоединяться и мы будем вязать вместе такие буду вот такими вязать у меня тут есть остаточки молочный такой цвет кстати пряжа у меня это джинс цвет 42 если кому то интересно ну и начнем мы начнем мы с подошвы хочу показать я люблю двойную подошву поэтому всегда вижу двойную подошву у меня мне кажется нам более такая форма лучше держит кстати забыла сказать подошва у меня 11 сантиметров набираем цепочку из 18 воздушных петель 1 2 3 4 5 17 18 так и 2 воздушные петли подъема теперь третью от крючка петлю вяжем 3 столбика с одним накидом 1 2 и 3 так теперь по цепочки вяжем 16 столбиков с одним накидом до вот крайней петли 1 1 2 3 14 15 16 теперь вот в последнюю петлю вяжем 7 столбиков с одним накидом закругляем 1 2 2 3 4 5 6 дальше по цепочки провязываем 16 столбиков с одним накидом не забываем ввязывать ниточку хвостик 1 1 2 3 14 15 16 и у нас еще осталась одна петелечка в нее мы при провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 и 4 соединяем ряд во вторую воздушную петлю подъема соединительный столбик все на этом первый ряд закончил вяжем второй ряд воздушная петля в первую петлю вяжем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю дальше 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 8 9 дальше чтобы не было большого перепады такого на столбики с накидом мы провяжем 3 вытянутых столбика наверное не знаю как они называются вот смотрите как провязали и еще раз провязали и еще раз провязали это первый вытянутый столбик провязали петельку и теперь 2 вместе 2 и 3 дальше вяжем 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 дальше переходим на мысок на вот это вот закругление вяжем таким образом прибавка из двух столбиков с одним накидом в одну петлю 2 прибавка дальше будет прибавка но уже из трех столбиков с накидом в одну петлю 1 1 2 3 провязали тройную при бабочку дальше один столбик с одним накидом и дальше повторяем зеркально то есть у нас тут была тройная при бабочка вяжем 3 столбика с накидом в одну петлю а и третий столбик в эту же петлю дальше прибавка простая обычная двойная и еще одна прибавка так провязали мысок дальше тоже зеркально вяжем здесь у нас было 6 столбиков с одним накидом вяжем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 дальше у нас было три вытянутых столбика 1 2 3 дальше 9 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следующую петельку вяжем прибавку из двух столбиков без накида в одну петлю и у нас остается одна петелька сюда вяжем три столбика без накида 1 столбик 2 столбик и третий столбик так все второй ряд закончили делаем соединительную петлю в воздушную петлю подъема соединили все второй ряд готов вяжем третий ряд 2 2 воздушные петли подъема следующую петлю вяжем прибавку из двух полустолбиков с накидом 1 2 провязали прибавку следующая петля просто полустолбик с одним накидом дальше еще одна прибавка есть дальше вяжем 13 полустолбиков с одним накидом 1 2 3 12 13 13 полустолбиков провязаны дальше вяжем 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 переходим к вывязыванию мыска закругления вязать будем по такой схеме прибавка дальше столбик с одним накидом следом опять прибавка и столбик с одним накидом дальше вяжем 3 прибавки подряд первая прибавка вторая прибавка и третья прибавка все все снова вяжем зеркально тут у нас один столбик получается с одним накидом далее прибавка и еще раз повторим столбик с одним накидом и еще одна прибавка дальше 6 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 2 связали теперь переходим на полустолбики там с той стороны у нас было 13 полустолбиков значит вяжем 13 полустолбиков с одним накидом 1 2 3 4 12 13 переходим на закругление пяточки переходим на закругление пяточки и провязываем прибавку из двух полустолбиков с одним накидом далее 1 полустолбик с одним накидом и еще одну прибавку из двух полустолбиков с накидом и остается у нас 3 петельки провязываем 3 полустолбика с одним накидом 2 3 соединяем во вторую воздушную петлю подъема так все третий ряд закончили вяжем 4 он же заключительный 2 воздушные петли 2 столбика с одним накидом 1 и во вторую петлю 2 при бабочка 1 столбик с одним накидом и 2 в эту же петлю столбик с одним накидом далее вяжем 25 столбиков с одним накидом 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 4 25 теперь делаем при бабочку из двух столбиков с одним накидом 1 столбик и второй столбик в эту же петлю теперь 8 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 8 и снова при бабочка 2 столбика с одним накидом в одну петлю и повторяем зеркально 25 столбиков с одним накидом вяжем 1 2 3 3 24 25 теперь вяжем при бабочку 1 при бабочке есть столбик с одним накидом и еще раз при бабочка два два столбика с одним накидом в одну петлю остается 3 петельки провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 и 3 соединяем во вторую воздушную петлю подъема и обрезаем ниточку все подошва наша готова напоминаю 11 сантиметров у меня получилось подошва подошва сейчас все распрямим теперь смотрите кто будет вязать со мной двойную подошву значит вяжите еще три точно такие же подошвы потом возвращайтесь ко мне и мы соединим все для тех кто оставляет одну подошву я вам все равно советую ее укрепить и провязать соединительными столбиками вокруг сейчас попробуем с вами вместе это сделать потом же за эти петли мы будем бортики вывязывать так и неважно где начинаете вот так как под косичку вводим обычные соединительные столбики все и провязываем вот вот у нас получается внешняя сторона подошвы будет вот это вот даже мне кажется видно уже что она такая по плотнее стала вот а за эти петельки мы потом будем вязать бортики так ну что будем сшивать нашу подошву я чтобы она не ерзала сначала сшиваю посередине а потом уже бортики края давайте так и начнем так дырочка дырочка все и теперь прямо по цепочке из воздушных петель по центру вяжем соединительные столбики и немножко неудобно показывать потянется и все не про не пропускайте тут дырочка в дырочку вяжем до конца так так все провязали хвостик обрезали все теперь запрячем ниточки хвостики наши я это делаю вовнутрь сюда здесь уже смотри спрячу хвостик и здесь тоже самое куда-нибудь так сюда все прячем кончики и будем краешки обвязывать делать вот по бокам и отсюда пожалуй начну так смотрим где у нас тут одна петля вторая петля и поехали так в каждую петелечку соединительными столбиками следите чтобы они ровненько одна на другой находились подошва будет ровненько ничего никуда торчать не будет делаем такую обвязку по кругу встретимся в конце пути все довязали до конца хвостик отрезаем вот у нас получилось подошва вот эти хвостики прячем и возвращаемся будем вязать бортики